Привет, дорогие друзья! Сегодня в Твиттере, потому что в Фейсбуке я по-прежнему заблокирован, сегодня в Твиттере я написал там кое-что, а мне начали грубить, как всегда, они любят грубить, я так понимаю, представители российской оппозиции, и типа, что в российских СМИ сообщают то-то и то-то. Я не очень часто смотрю российские СМИ и сегодня решил посмотреть. И что меня заинтересовало? Заинтересовало то, что идут ряд таких вот передач, я увидел, где рассказывается, что у Украины истерика, у украинской власти истерика касательно возможного назначения главой Интерпола, представителя Российской Федерации, про Копчука. И это везде сообщается, мол, типа, посмотрите, как они боятся там преследований и все такое прочее. Я думаю, а ну зачем, зачем лоббировать это назначение, если можно сказать, окей, ну окей, не хотите так, как хотите, знаете. Ибо, я сейчас объясню свою позицию. Смотрите, начала это американская пресса. Новым президентом Интерпола может стать россиянин. И сразу же это все понеслось. Лис в курятнике, американские сенаторы призвали не голосовать за назначение. Сразу же украинские средства массовой информации подключились, начали искать. О, родной брат российского кандидата в президенты Интерпола возглавляет представительство Украины при ОБСЕ. А это уже обо многом говорит, вы знаете, вот почему ОБСЕ замечают иногда там камеры пыток, да, какие-то тюрьмы секретные и так далее, да. Обстрелы с обеих сторон. Вот, вот оно, где собачка порылась. Вот оно, оказывается, там был внедренец. В общем, дальше всех вот начали волноваться, почему-то именно так абсурдно волноваться, средства массовой информации, принадлежащие Коломойскому. Что-то он, наверное, боится Интерпола или как, я не могу понять, что я такая заинтересованность. Сын постпреда Украины при ОБСЕ в соцсетях постит фото с Путиным и фотографируется возле посольства. Ну все, они уже докопались до сына. Думаю, посмотрю, это не так. Тут Путина нет, хотя фотография крамольная. Во, есть Путин. Фотография 2013 года. Вот это вот фото с Путиным они назвали. Дальше. О, фото с Путиным. Тоже 2013 год. И следующее фото с Путиным. Вот это вот. Фото с Путиным. Также 2013 года, конечно. Все. На этом расследование гениальных журналистов ТСН завершено. Я что-то ожидал, что он сам лично с Путиным фотографируется. Ну, серьезно, всегда читаешь. Постит фото с Путиным. Знаешь, стоит, а он там его гладит по голове, там что-то целует в животик. Нет такого? Нету. Теперь я объясню свою позицию. Почему? Мне кажется, что назначение на пост главы Интерпола россиянина – это плохо. Я читал, кстати, такую же позицию у ряда умных людей, которые смотрят чуть дальше, чем, знаете, эх, дать по носу киевской власти, а вот не по вашему, а по нашему. Вы знаете, в таком плане. Нет, я считаю, это очень вредное назначение, очень нехорошее назначение. При этом я уверен, что он хороший человек. Более того, насколько я знаю из своих источников, в принципе, он уже давно руководил организацией, скажем так. Ну, давайте теперь вернемся к новостям, которые я вам хочу показать. То есть, что мы слышали о подачах Украины, Киева, в Интерпол, в средствах массовой информации. Что мы слышали? Какой ответ от Интерпола? Интерпол отказал Украине в розыске Захарченко, Плотницкого, Моторолы, Стрелкова и Безлера. Противоречит уставу, объяснили в Интерполе. Куликов. У Украины не заладилось отношение с Интерполом. Уже никого не ищут. Кирилл Куликов, он ранее возглавлял украинское подразделение Интерпол, это мой товарищ. И дошло до того, что Интерпол снимает с розыска матерых преступников, сообщает Кирилл Куликов. На самом деле, Интерпол так задолбали эти абсолютно необоснованные запросы со стороны Киева, что они начали отказывать уже в розыске людей, которые реально являются преступниками. То есть, сейчас вот я смотрел базу Интерпола по Украине, там в принципе одни убийцы остались. Уже такие, которых уже над трупом, знаете, практически взяли, они потом вырвались, убежали, вот теперь их подали в Интерпол, и Интерпол их согласился искать. Интерпол отказал в розыске украинского олигарха, совершившего смертельное ДТП. Интерпол снял с розыска всех чиновников времен Януковича. И так, далее у нас. Почему Интерпол снял с розыска Азарова, Пшонку, Клюева, Захарченко, объяснение прокурора, нам это неинтересно. Интерпол снял с розыска экс-главу высшего хоссуда Татькова, к примеру. Они отказывают тотально во всех запросах. Курченко сняли с розыска. Отказал Украине в розыске из задержаний Моторолы. Отказал в розыске Онищенко. Отказал в розыске экс-нардепа Крючкова. Его там задерживали в Германии, но пока-пока. Интерпол отказал Украине в розыске заказчиков убийства Вороненкова, вы помните, да? Даже отказали в розыске экс-министра здравоохранения Богатыревой. Отказывают во всем. Полностью. Почему отказывают? Вот задают вопрос. Интерпол прекратил розыск президента-беглеца Виктора Януковича. Специальная комиссия Интерпола также обязала организацию удалить из базы розыска не только Виктора Януковича, но и его сына Александра. Разыскать Интерпол разыскивать не будет. И депутата-беглеца Александра Онищенко, по которому ведется расследование по газовому делу. Кроме того, Интерпол прекратил поиски министра времен Януковича Эдуарда Ставицкого и бывшего секретаря СНБО и главы администрации президента Андрея Клюева. Ну и теперь представитель генпрокуратуры объяснит, почему такое происходит. Но он объяснить не может. Он говорит, мы сами не знаем. Ну типа, ну как бы все правильно же мы подавали. Не понимаем. Дело в том, что Киев даже не понимает, почему ему отказывают в розыске. Почему Интерпол говорит, идите вы нафиг со своими запросами. Они не понимают. Причины им указывает Интерпол, к слову. Иногда причины указываются, но запрещено их обнародование в средствах массовой информации вообще публично. То есть есть переписка Интерпола. И если украинская сторона, генпрокуратура озвучивает эти, то это чревато последствиями. Однако же, насколько я знаю, Интерпол вообще не сообщает, не считает нужным сообщать генпрокуратуре, почему именно сняли с розыска. Ну типа, сняли и все. И тогда выходит, что к Интерполу никаких вопросов и решений сейчас снять с розыска Клюева, Ставицкого, Януковича и других вполне понятно, объективно и закономерно. Я же на початку нашей разговоры пояснил, что мы заперечуем против той позиции и будем наводить свои аргументы. Вы можете заперечивать, но всем плевать на ваше заперечивание. Украине отказывают. Интерпол отказывает в розыске в Украине. Почему же сегодня это вдруг происходит и Шкиряк начинает мекать, мекать, что мы типа будем протестовать против избранения россиянина. Дурачье. Это же ваш единственный выход. Ну, вы знаете, варто зазначить, что сьогодні украинская делегация, начальник министра внутрішних справ Украины Арсеном Аваковым, действует все для того, чтобы не допустить такой ошибки, которая... Ну, Джона Мека, это не важно. Суть вы поняли. Они протестуют против назначения главы Интерпола россиянина. Но ведь тогда, когда россиянин был бы назначен, они бы говорили, что объяснение теперь есть. Сегодня у них нет объяснения. Они не могут объяснить, почему Интерпол их постоянно посылает подальше. Народный фронт поддерживает заяву министра внутрішних справ Арсена Авакова про возможность прекращения членства Украины в Интерполе в разе оборудования ее главой, колечного российского разведника Олександра Прокопчука. При остановке мы свое членство в Интерполе. Пока-пока. Но тогда в Украину уже приедут такие, сейчас взброд весь приезжает. А переедут уже какие-то каннибалы, я думаю, там все поселятся со всего мира. Верховная Рада жестко отреагирует на такое призначение. Мы также уверены, что под таким руководством Интерпол перетворится на организацию, которая занимается переследованием инокодумцев на замовленных диктаторских, авторитарных и тоталитарных режимах. Они так сильно начинают волноваться за российскую оппозицию, которая разъехалась от преследований. К слову, по поводу преследований. Как это происходит? Я замечаю теперь тенденцию. Создается ресурс, и там говорится, что мы будем там, на этом ресурсе, бороться там с российской властью или что-то такое. Или создается иллюзия оппозиционной деятельности, но не замечают никакие следственные органы этой деятельности. Тогда что делает человек? Отваливает за границу. Ресурс мертвый. Оппозиционная деятельность мертвая. Но он отваливает за границу и начинает говорить, что меня преследуют. Кто преследует? Уголовного дела нет. Розыска нет. Он говорит, что мне угрозы пишут. Угрожают. Мне в личку пишут угрозы. Я замечаю сейчас такое постоянно. Но какое дело до этого украинской власти? И что за абсурд по поводу выхода из Интерпола? Делегация, разом с делегациями европейских стран, США и Канады, ставит блок на то, чтобы представители России не могли очурювать Интерпол. Россия использует Интерпол в своих целях для того, чтобы пригничать инакомыслящих. Каких инакомыслящих при помощи Интерпола пригничают? Что лепит Герасченко? Что он несет вообще? Это, кстати, тот человек, который мечтал, чтобы меня подали в Интерпол за выдуманное им преступление. Вы знаете, что в России подвергается постоянным нападком лидера оппозиции Навальный. При помощи Интерпола? Навального преследуют по Интерполу или что? Нападки у чувака, который спокойно ездит за границу, как бы. Что? Вы знаете, что в России те люди, которые занимаются оппозиционной деятельностью, постоянно не могут чувствовать себя небезопасно. И поэтому Арсен Аваков и наша команда вважают, что представители державы-агрессора, которая захопила частину Украины, которая системно не поважает. То есть заботятся на самом деле о российских оппозиционерах, которые не могут чувствовать себя в безопасности. То ли дело в Украине, да, оппозиция чувствует себя в безопасности, потому что хорошо охраняется. Знаете, в закрытом помещении постоянно и охраняют хорошо. Не можно використовувати международную полицейскую организацию, завдання, якой боротьба с криминальными злочинами, в политичных целях державы-агрессора. Дякую за это. Совершенно согласен. Я полностью это поддерживаю. Да, нельзя использовать. До сегодняшнего дня авторитет Интерпола был непререкаем. Если Киеву что-то не нравилось, они свое не нравилось, тихонечко засовывали себе прямо в заднее место, давайте говорить прямо, прямо в задницу себе засовывали, свое негодование, к примеру. С сегодняшнего дня, или вернее, с дня избрания на пост главы Интерпола россиянина, у них будет всегда один и тот же аргумент. Это будет такое давление на Интерпол, это будет постоянное нытье. Постоянно и везде, где только можно, они будут ныть, скулить и говорить о том, что того или иного человека не вносят в Интерпол из-за россиянина. Это россиянин блокирует, это Кремль, это Путин. Поэтому я убежден, что этот человек, представитель России, очень грамотный, нормальный человек и аполитичный. Я абсолютно убежден, что так долго работая в этой структуре, он настоящий профессионал. Но нельзя, нельзя, потому что этим избранием будет дан козырь в кривые руки Киева. Почему они сами этого не понимают, что им бы сейчас реально аплодировать просто такому избранию, тихонечко переждать, а потом начать квакать. Потому что они очень тупые, они очень глупые. Они не смотрят на два шага вперед. Они поразительно, катастрофически тупые. Поэтому не воспользуются они своим шансом, я думаю. А Киев просто продолжит получать поносу от Интерпола и будет получать 100% отказа по всем делам, которые они пытаются представить как уголовные. На самом деле это политические. Ну в общем у меня все. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Чтобы смотреть дальше и думать глубже.